23 февраля 2019 года Скажите, люди, почему ради сохранения мира одних людей, другие должны гибнуть? Это ведь какое-то несуразное такое умозаключение, когда люди, человеки, они не понимают, что они делают. Убивай одних, они хотят мира для себя. Разве бывает мир на костях и на крови? Это же иллюзия. Иллюзия – это самообман, которым живут и питаются люди. И вот сожжение пяти верблюдов ради укрепления России – это произошло в Бурятии. Прокуратура города Ангарска Иркутской области начала проверку после публикации СМИ об обряде жертвоприношения верблюдов, которые провели местные шаманы. Сообщение о том, что байкальские шаманы из организации «Хухэ Мунхэ Тенгери» «Вечно синее небо» – это переводится так – провели ритуал, во время которого сожгли пять верблюдов. А это появилось в соцсетях 1 февраля, но резонанс вызвал сейчас, когда прокуратура возбудила дело, когда делу дали ход. По словам Артура Цибикова, именующего себя заместителем верховного шамана России, массовый обряд «Жентенгари Яба» проведен ради укрепления России и ее народа. Он пояснил, что это произошло впервые в современной истории, так как совершить обряд берутся лишь шаманы высшего посвящения. А обычным родовым шаманам он просто не под силу. Верблюдов же выбрали как исключительное подношение с исключительными же целями. Ролик, который был снят во время жертвоприношения, вызвал, конечно, волну возмущения. Как говорят сегодня, что бурятские шаманы не сжигали верблюдов заживо, а умертвили их перед ритуалом. Но это уже не ритуал. Ритуал – это когда живые. Я не знаю, для чего рассказывают такие вещи задним числом. Зачем? Зачем вводить кого-то в обман? И вот один шаман говорит о том, что я, честно говоря, удивлен такой реакцией на наш обряд. Буряты испокон веков занимались скотоводством и к животным относились как к кормильцам, с почтением. У людей сложилось превратное впечатление, что верблюдов сожгли живьем. Отсюда и весь негатив. Сначала был проведен обряд очищения животных, затем их умертвили, как принято, у бурят, не проливая крови, сказал Цибиков. По его словам, животных приобрели на верблюжьей ферме. Он добавил, что после обряда мясо для подношения богам сварили в котлах. Обычно в таких случаях часть мяса идет в пищу. Но из санитарных соображений мы все придали огню. Прокуратура провела проверку, экспертизу и, как он надеется, что они разберутся во всем. А в чем разбираться? По словам Цибикова, шамана, от префтков ему известно, что обряд этот, Жен-Тенгари-Яба, не проводился уже несколько столетий. Потому что он исключительный по силе и посвящается высшим целям. В этот раз он был направлен на укрепление России и ее народов. «У меня русская жена. В семье растут пятеро детей. Бурятский народ – часть России. Нужно, чтобы наша страна крепла и процветала», – сказал Цибиков. Артура Цибикова выбрали заместителем верховного шамана России на съезде с шаманов, который прошел в июне прошлого года в Туве. Верховным шаманом тогда стал Тувинец, Кара-Оол, Добчун-Оол. Печальные события, которые совершенно не направлены на возрождение и укрепление России. Когда приносится кровь, это не укрепление, это начало. Дальше должно проливаться кровь, кровь и еще раз кровь. А верблюд – это священное животное у бурятов. Священное животное. Священное животное приносить в жертву. Шаман Цибиков сказал, что несколько десятилетий и, может быть, столетий не приносилась такая жертва. А было ли вообще когда-либо такое? Что же все эти столетия прожили его предки, и никто не приносил такой жертвы? Да потому что никому в голову не могло прийти. Были времена революции, были времена коллективизации, были жуткие времена. И никто не приносил в жертву, никому в голову не пришло приносить обрядом верблюдов. Живых он принес или неживых, они их умертвляли. Это ясно, это понятно людям. И потом действительно люди не знают до конца, были ли живы верблюды или нет. Просто известно, что жертва на алтаре должна быть живой, для того, чтобы она выделяла страх, агонию, и этим бы она кормила тех самых подземных духов, которые жаждут крови жителей той местности, где это все проходит. Так что я не уверена, что обряд был направлен на то, чтобы Россия укреплялась и жила, чтобы расцветала. Нет. Кровавые жертвы направлены только на угнетение народов и только на разорение земли, где ты живешь. Кровавая жертва есть кровавая жертва. Она никогда не будет во благо. Она всегда будет. Во имя смерти жертвы, во имя смерти тех народов, где это проводится. Я Таня Карацуба, Сиитбургхан. Сегодня 23 февраля. День Советской и Красной Армии. День насилия над народами всей нашей страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok